Я обязан это делать, обязан думать о Чернобыле, обязан рассказывать людям о Чернобыле, ибо я слишком много испытал сам, многое увидел, многое понял. Мне хотелось рассказать об этих людях. Это какая-то боль за все это. Зовут меня Лепин Георгий Федорович. По специальности физик, профессор, доктор технических наук. Преподавал в университетах многих городов и даже стран. В 86-м году по собственной инициативе поехал в Чернобыльскую зону и проработал в непосредственной близости от взорванного реактора 6 лет. Участвовал в разработке закона о социальной защите граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Написал несколько книг, посвященных антиядерной тематике. Сейчас являюсь сопредседателем общественного движения «Ученый за безъядерную Беларусь». Здравствуйте, Георгий Федорович, здравствуйте. Ну что, пойдемте? Когда я впервые услышал о том, что именно островецкая площадка выбрана для строительства, то я был просто шокирован. Я давно знал, что эта площадка опасная, что на ней было землетрясение, что там есть пересечение разломов земной коры. В одном километре от нее находится захоронение сибирской язвы. Но когда мне в руки попал отчет, официальный отчет, подписанный ни много ни мало 20 исполнителями, и там было четко написано, что это самая худшая площадка из всех, которые они обследовали, я не мог понять, как это можно так докатиться, что вообще не замечать совершенно очевидных фактов. Наш президент, обычно он всегда говорит, что против атомной энергетики выступают только безграмотные люди. Ну а тут сказать, что вот ученые безграмотные как-то было неудобно. И он вместо этого сказал, бандиты от науки. Это, говорит, враги белорусского народа. Ну вот, такое я, такое звание получил. То, что не говорят правду, это однозначно. Информированность почти нулевая. Везде пытаются обмануть, что это безопасно, даже это очень выгодно, мы будем иметь дешевую электроэнергию. Но это такие перепуганные людишки, которые боятся за свое место, дрожат, думают, что вот не дай бог он скажет правду, а его уволят, это уже не патриот. Я считаю патриотом того, кто говорит правду. Не в интересах каких-то конкретных руководителей, там кого-то, а именно своей страны, населения своей страны. Вот тогда это патриот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова